Декоративная партия Нур-Аттана 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 было заявление о том, что он построит стену между Америкой и Мексикой. И вокруг этого идет большая борьба. До окончания его срока, срока президентства Трампа осталось два года. И он торопится, он хочет как можно быстрее построить стену, потому что если он ее не построит, то он окажется болтуном. Вы видите, что происходит? Кризис взаимоотношений президента Трампа с парламентом. Парламент заблокировал его решение. Он объявил о том, что хочет ввести червячайные положения. Три недели государственные некоторые органы не работали. Они не получали деньги из бюджета страны. Была просто борьба между парламентом и президентом Трампом. То есть вы понимаете, что вроде там президент, президентская страна, у него там большие полномочия, но в реальности это парламентская страна, потому что парламент балансирует. Более того, когда Трамп заявил о введении червячайного положения, которое ему позволит финансировать стену между Америкой и Мексикой, чтобы не было притока нелегальных иммигрантов, Конгресс США, демократы вышли и заявили, что они опротестуют любое его такое решение, что это противоречит законам Конституции. И вы увидите, что федеральный какой-нибудь судья фактически заблокирует решение Трампа, если он будет двигаться вне пределов, вне коридоров Конституции и закона. Вот что значит политическая борьба. То есть Трамп в своих программах заявлял о тех или иных действиях, которые он осуществит на должности президента. Теперь вся страна наблюдает, насколько он исполняет свои обещания. И вот одно из главных обещаний – это было построить стену против нелегальной иммиграции. И у него борьба идет с парламентом, который блокирует ему финансирование в размере около 6 миллиардов долларов США. А Трамп разным путем пытается профинансировать и построить стену, потому что он знает, если он не выполнит какие-то ключевые моменты своей программы, то на второй срок он может не претендовать. Поэтому вы должны понимать, что политические партии или президент страны выходят с программами на только тот период, когда они намереваются руководить страной. И поэтому заявление Назарбаева о том, что Ашимбаев должен разработать программу до 2030 года и его озвучить на съезде, то есть еще плюс на 11 лет, говорит о том, что Назарбаев вливал на законы и на все прочее. Он четко дает сигнал, что ООН хочет контролировать страну еще как минимум 11 лет. Я сейчас не хочу углубляться в программе партии Нуратан. Я бы назвал бы это одной фразой, что это бумажка, обман народа, фелькина грамота и все прочее, потому что все программы Назарбаева – это обман. Его программа личная – обогатиться, обогатить родственников, создавать видимость, что он крутой президент, хотя мы уже далеко ушли за пределы ста беднейших стран мира, не самых успешных. Мы в числе самых последних строчек в любом рейтинге. И я не вижу смысла углубляться. Я единственное хотел бы обратить ваше внимание, что Нурсултан Назарбаев хочет законсервировать нынешний режим еще минимум на 11 лет. Как это он хочет добиться? Он уже подготовил себе площадочку, где он становится председателем Совета национальной безопасности. Этого кровавого мясника Кулмухамбета Касымова перетащил к себе помощником. Перед Новым годом выпустил кучу указов, законов, которые ему дают чрезвычайные полномочия на позиции председателя Совета национальной безопасности. Он будет рулить всеми государственными национальными компаниями, он будет рулить национальным фондом, то есть он будет рулить всеми основными активами страны. И президент страны фактически будет лишен полномочий, если он назначит на это место любого другого человека, ну в частности, например, Дарьку Назарбаеву. То есть вся власть все равно будет в его руках. Конечно, вы спросите, а для чего это он делает? Дело в том, что ему сейчас в этом году исполняется 79 лет. В этом возрасте человек неожиданно уходит в иной мир. И когда он неожиданно умрет, то все эти полномочия автоматически переходят в должности президента. И он предполагает на эту должность назначить Дарьку Назарбаеву. А пока он жив, относительно здоров, передвигает ноги, пусть даже не так бодро, под ручки зачастую, но тем не менее он хочет продолжать управлять. В операционном режиме он поставит Дарьку, но в целом хочет остаться в этой должности еще как минимум на 11 лет. И вот эти поручения, чтобы программы партии Нуратам были озвучены до 2030 года, скорректированы, это говорит о том, что он не будет допускать никакой политической конкуренции, всех конкурентов будет уничтожать. Поэтому ни у кого не должно быть иллюзии. Назарбаев собирается еще править как минимум 11 лет. В этих условиях мы должны готовиться. Я имею в виду, когда говорю мы, демократический выбор Казахстана. Я хочу сейчас обратить внимание наших сторонников о той большой, огромнейшей роли, которую вы сейчас выполняете. Я бы даже сказал, о исторической роли. Исторической роли. И вы, может быть, до конца сами этого не осознаете, но я хотел бы это откомментировать. На самом деле получилось так, что когда в декабре 2016 года я вышел из французской тюрьмы и объявил, что до конца 2019 года, а именно не позже, чем через три года, мы добьемся смены режима, посадим в тюрьму Нурсултана Назарбаева и его приближающих приближенных, и что мы построим демократическую страну, это, конечно, не было открытием для Назарбаева, потому что он лично знает мою позицию, мы много раз это обсуждали, суть была в другом. Суть была в том, что фактически Назарбаев не смог показать свою силу, напугать наших граждан, и он же позиционировался, что он такой могущественный, что Запад его поддерживает, что он любого в любом месте достанет, но вот этот пример показал, что это не так. И именно мой выход из тюрьмы фактически создал панику в Ахварде, произошли перестановки активные, и произошло ряд арестов. Ряд арестов, чтобы запугать своих же, в частности, был арестован бывший представитель комитета национальной безопасности Дубаев, якобы в связи с тем, что у него были политические связи со мной, якобы он мне помогал. Затем были отстранены ряд чиновников, кого-то отправили в отставку, кого-то перебросили в другую страну и так далее. Назарбаев начал готовиться, перестраивать власть так, чтобы, что называется, не было никаких потенциальных проблем. В апреле 2017 года мы объявили о создании демократического выбора Казахстана. И этим мы начали сильно мешать всем планам Назарбаева, который планировал уже в конце 2017 года перестроить власть так, как сейчас он уже формализовал и сделал. Создал Совет национальной безопасности, вел Дарьгу Назарбаеву в Сенат. Он намеревался уже в 2017 году все эти перестановки сделать. На самом деле мы путем создания нашей политической организации демократический выбор Казахстана кардинально изменили его планы. Вы помните, именно в 2017 году, в мае-июне, Назарбаев внес в Конституцию страны ряд изменений. Внес поправки законодательства. В частности, в закону внес поправку, что будущий президент может выдвигаться только политическими и общественными организациями. Но в реальности мы знаем, что политические и общественные организации, они регистрируются под контролем власти именно Султана Назарбаева. Второе. Будущий выдвиженец должен был не менее пяти лет проработать на государственной службе. И понятно, что такой человек мог быть только выращен в недрах самой власти, то есть быть лояльным на Султана Назарбаева. То есть, таким образом, он готовил нового выдвиженца. Это было ясно, что Даригу Назарбаеву. И вот, если вы посмотрите, все перестановки, которые были произведены в 2017-2018 году, они все направлены были на то, чтобы подготовить и укрепить позицию Дариги на должности президента. И мы, как политическая организация ДВК, в 2017 году начали активные действия, а в 2018 году мы вообще перешли на открытые акции, голубые шары, митинги, различные пикеты и все прочее. То есть, массированное движение развития демократического выбора Казахстана началось. И это все благодаря вам, которые активно поддержали развитие и программы демократического выбора Казахстана. А вы помните, мы в феврале прошлого года открыли чат ДВК год назад, и через короткое время, за 42 дня, мы набрали в чат основной 100 тысяч человек. И от испуга власть 13 марта прошлого года запретила демократический выбор Казахстана, который не был зарегистрирован в Казахстане. Нас объявили экстремистской организацией, и началось преследование наших политических сторонников. И вы помните, весь 2018 год с нашей стороны шло непрерывное давление на власть. Они были страшно напуганные. Мы озвучивали, ставили голосовые совещания, которые проводила Генеральная прокуратура и так далее, в котором они говорили, вот ДВК проводит митинги, мы должны там расставить полицию на вокзалах, на железной дороге, везде. Мы должны захватить площади. Вы прекрасно помните, как они огораживались заборами центральной площади, чтобы наши сторонники не могли выходить на улицу. Вы прекрасно помните, когда задерживали просто прохожих на улицах, потому что им казалось, что они идут на митинг. Это было по всей стране. Много наших активистов пострадало. То есть паника и страх Назарбаева преследовал весь 2018 год. Весь 2018 год он никак не мог реализовать свои планы. Все, что он сделал, это сделал якобы конституционную реформу, где опять усилил свои полномочия, как Ельбасе, сделал Совет национальной безопасности легитимным, а не совещательным орган, юридическим таким, который реально стоит над всеми. В случае, если там сидит Назарбаев, как глава нацбезопасности, стоит над всем. Он готовил конструкцию для передачи власти до Риге. После того, как недавно погибли пять сестер в Астане, вы знаете, просто произошли мощнейшие тектонические сдвиги. Сотни людей по стране начали выражать свои протесты. Матери собирались сотнями в областных центрах, в крупных городах, требовали пособий, требовали работы. И вы помните, как совсем недавно наши граждане боялись слово сказать, звуки издать. А сейчас идет открытое наступление на власть, и власть сейчас откупается. Я когда говорю власть, это все время Назарбаев. Чем откупается? Мешками картошки и там коробками макарон. То есть вы видите, как напуган Назарбаев. Теперь давайте мы поговорим о нашей политической платформе. Почему именно политическая платформа важна, я много раз говорил. Именно политика первична. Не экономика, как говорит Султан Назарбаев. Типа сначала экономика, а потом политика. Первичная политика. Я сейчас просто бытовым языком постараюсь объяснить, почему это именно так. Даже в жизни человек сначала обдумывает то или иное решение. Например, поехать куда-то, сделать котельные действия, заняться тем или иным бизнесом. Он обдумывает и анализирует, изучает. Потом принимает политические решения. Я буду заниматься бизнесом. Я женюсь. Я куплю корову. Но прежде чем принять такое решение, именно политическое решение, для себя. Человек думает, обдумывает, он взвешивает. То есть первична сама мысль, политическая мысль, именно решение. Я, может быть, совсем упрощенно говорю, но именно так обычно человек принимает решение. Сначала он обдумывает, а потом действует. Мы должны понимать, почему все-таки наша страна, обладая такими богатствами, то есть эта богатая по природным ресурсам страна, входит в десятку богатейших стран мира и при этом такое нищее население. Почему? Я знаю, что многие из вас винили себя. Ваши жены говорили, что ты неталантливый, ты вообще ничего не умеешь делать. Власть в лице Назарбаева тоже говорила, мы вам квартиры бесплатно не дадим, идите работайте. Безработицы в нашей стране нет, просто у нас специалисты плохие. Откуда я вам возьму 17 миллионов американцев, когда ему говорили, почему не демократизируется Казахстан, он говорил, что наши люди такие слабые, ничего не умеют. Откуда я вам возьму 17 миллионов американцев? На самом деле он договорился до того, что начал оправдывать себя, говорить, что вы сами виноваты и вообще не жалуйтесь, все у вас нормально по сравнению с покойниками, которые лежат на кладбищах. Даже чтобы провести для себя тельные реформы, человек обдумывает и принимает какие-то политические решения, а потом эти реформы происходят. Давайте мы в этой связи рассмотрим именно реформы в политической сфере. Реформы в политической сфере, почему именно там нужно начинать все наши действия и почему это приведет к кардинальным изменениям в стране. Когда Назарбаев говорит, что надо войти в 30 ведущих стран мира, он говорит о достатке, о богатствах и так далее, но он не говорит как. Но вы посмотрите, как мы действуем в спорте. Мы говорим, мы хотим стать так, как чемпион мира по боксу, например. Что вы делаете? Включаете видео, изучаете, как он ведет бой. Зачем изучаете его? Как он тренируется? Какая у него техника? То есть вы изучаете все и стараетесь перенять все. Теперь смотрите, если говорить о 30 ведущих стран мира. 30 ведущих стран мира имеют сильную экономику. Но у них совершенно другая политическая система. Если Назарбаев говорит о том, что мы их должны догнать, то мы должны хотя бы как в спорте поступить. Фактически скопировать их политическое устройство, принципы управления экономикой. И многие вещи мы должны у них перенять, чтобы действительно приблизиться к ним. А это, например, речь идет о политической системе. То есть президент страны или премьер-министр в этих странах по 30 лет не сидит на одной должности. Там свобода средств массовой информации, независимые суды. Парламент избирает народ, а не Назарбаев. Премьер-министр и правительство тоже избирает народ через своих представителей депутатов. Судебная система независима от власти. Работают законы. Все законы направлены на защиту человека. И вся судебная система построена так, чтобы принимались справедливые решения. А что же получается у нас? Назарбаев хочет догнать эти страны, при этом ничего не хочет для этого сделать. То есть что у нас получается? Тотальная коррупция. Он сидит у власти несколько десятков лет. Обладает состоянием свыше 200 миллиардов долларов США. Его родственники-миллиардеры нагло грабит бюджет страны, вливая в банки десятки миллиардов долларов. Безвозмездно за два тенге отдает зятю банки, влив туда по 8 миллиардов долларов, отдает ведущий банк страны. Он назначает генерального прокурора, он назначает депутатов, он назначает Акимов. Но в этих 30 странах мира Акимы избираются, судьи избираются. Парламент депутатов, они назначают премьер-министра, не президент страны. Там исполнительная система независимая, независимая именно от президента. То есть у них есть, они действуют в рамках своих полномочий. И не может им каждый раз звонить президент страны и тычками заставлять выполнять тельные законные действия. Акимы областей, городов, регионов, районов выбираются именно людьми, именно народ контролирует свою местную власть. Если Назарбаев хотел бы построить такую страну, которая вошла в 30 ведущих стран мира, то очевидно же, что он должен был просто перенять, скопировать и поставить такую же методику управления страной, как в этих странах. Как в спорте мы говорим. То есть ты берешь у чемпиона и делаешь так, как он, и где-то даже лучше. Но не бывает так, что если чемпион тренируется 20 часов в сутки или 15, ты 2 часа. Если чемпион отрабатывает технику, серьезный партнер и так далее, а ты берешь первого попавшего на улицу, избиваешься, ты думаешь, что чемпион. Так не бывает. Поэтому мы, когда заявляем, что берем пример с ведущих стран мира, мы делаем как в спорте. Мы берем лучшие с экономической и политической стороны жизни. Это Америка и ведущие страны Европы. И перестраиваем политическую систему, как у них. И цель, чтобы в управлении страной участвовал народ. Именно когда народ будет участвовать в управлении страной, тогда будет диверсификация экономики. Именно народ на местах будет говорить, что в этом месте, на этом месте, в этом районе нужно построить завод, потому что это выгодно. И обязательно найдутся люди, которые докажут это. И эти люди получат поддержку от правительства в той или иной форме, если они в этом нуждаются. Если это бизнес, то он сам это все организует и попросит помощи у правительства только с точки зрения налоговой поддержки или инфраструктуры и так далее. То есть, когда народ участвует в управлении экономикой, политикой страны, только в этом случае будет тотальная диверсификация экономики по всей стране. Не так, где какая-то сырьевая экономика узкая, а именно будет диверсификация экономики по всей стране. Именно поэтому очень важной, я бы даже сказал, главной является именно программа политический реформ, демократический выбор Казахстана. Чтобы вы понимали, почему мы это делаем. Мы это делаем, потому что это является ключевой частью изменения жизни нашей страны. Вот с чего нужно начинать реформы. Именно реформировать политическую систему и автоматически начнутся реформы в социально-экономической сфере. Потому что если мы строим парламент, вообще всю систему государственной власти, ориентированную на народ, и народ эта власть слышит, потому что если не будет слышать, то власть будет изгнана народом, законно, то вы понимаете, что политическая система, простойная именно правильно, приведет к тому, что на всех ведущих постах Акимов областей, премьер-министры, министры, будут назначены люди, которые действуют именно работой на народ. Поэтому политические реформы – это ключевой фактор. Именно поэтому мы предлагаем ликвидировать должность президента, потому что в наших странах, бывших Советского Союза, нет политической культуры. Мы все время жили в тоталитарной системе, когда вся власть фактически принадлежала одному человеку – Сталин, Хрущев, Брежнев. Неважно, всегда кто-то был один фактически, и у него была тотальная власть. И ничего не изменилось, когда Казахстан получил независимость. У нас один человек уже 30 лет контролирует власть, и он построил коррупционную систему, сырьевую, где все богатства сырьевые находятся в руках Назарбаева и членов его семьи. Именно политическая система требует реформирования, и тогда начнутся экономические реформы, потому что нынешняя политическая система построена в угоду одной семьи. Если мы построим политическую систему именно ориентированно на народ, а не в угоду одной семьи, именно тогда начнутся реформы в социально-экономической сфере. Именно поэтому мы предлагаем ликвидировать должность президента, сделать парламентскую республику однополатной. Нам не нужен никакой сенат, нам нужен большой парламент, где-то минимум 300 человек депутатов, которые представляют все регионы и районы страны. И именно этих депутатов должен избирать народ и избирать честных, избирать тех, кому народ доверяет, знает и понимает, что они их не будут обманывать и будут представлять их интересы в парламенте, а может быть и в правительстве, если депутатов, партия избирает и уполномочен стать министром или премьер-министром. Пример ряда стран показывает, что если у президента есть полномочия серьезные, например, как в Украине или как в Турции, то наступает какой-то момент, что этот президент начинает перетягивать эти полномочия на себя. Перетягивает не сам, ему в этом помогает народ. Народ, который не имеет должной политической культуры, который молится на одних лидеров или одного лидера, в итоге голосует, чтобы именно этот человек решал все. К сожалению, отсутствие полной политической культуры, именно западной, именно конкуренции политические, когда отсутствует, приводит к тому, что власть перетягивается на позицию президента. И поэтому мы предлагаем ликвидировать должность президента и все вопросы, чтобы решал парламент, назначение правительства, премьер-министра, министров, все в руках парламента. Здесь часто в чате задают вопрос, вот мы поменяем Назарбаева, а какие гарантии, что к власти придет Аблязов и что не будет вести себя, как Назарбаев. По этому поводу я много раз говорил. Гарантией является новая политическая система, а именно построение парламентской республики, когда именно парламент назначает премьер-министра, назначает министров. Если премьер-министр начинает не выполнять свои обещания, неправильно управляет страной, то парламент просто собирается и в один день отправляет в отставку, как премьер-министра, так и министров. Сейчас в нынешней политической системе президента Назарбаева невозможно отстранить. Он стоит вне закона, приняты конституционные нормы, которые предполагают, что он не подсуден, не может преследоваться законом. За весь период, пока он был президентом, невозможно вчинить ему никакие иски, никакие уголовные статьи. Видите, до чего доходит, когда власть концентрируется в руках одного человека. Именно поэтому мы предлагаем организовать чисто парламентскую республику без должности президента. Один парламент, всеобщие прямые выборы, когда народ избирает своих депутатов. Я сейчас буквально несколько срочек прочитаю, и потом вернусь. Ряду примеров, чтобы вы потом сами могли определять, те ли это люди, которые думают о стране. Те ли это люди, которые правильно ориентируют народ. Вы сами должны стать политическими грамотными. И когда вы будете политически подкованы, вы можете сразу определить, с какой целью власть какие-то действия делает. Во-первых. Во-вторых, какие-то известные общественные деятели вдруг начинают вести какую-то линию или публичную деятельность. Вы тоже можете оценить и понять, куда они идут, что они делают. Цель нашего чата не только объединит наших сторонников, но в первую очередь, для того, чтобы добиться смены режима, мы должны найти миллион активных и грамотных людей. И в этом чате мы образовываем людей, объясняем, чтобы эти люди завтра пришли во власть. На всех уровнях власти были политически подкованы, образованы, грамотны, и никто не мог вас запутать, ввести заблуждение. Итак, в новой политической системе именно парламент назначает премьер-министра и правительства. Мы выстраиваем независимую судебную систему. Сейчас нынешняя судебная система, вы знаете, работает по звонкам сверху. Недавно Кинжалиев вместе с местной женщиной-судьей приняли решение и защитили, отказались исполнять указания сверху и сами подверглись давлению. Суды должны быть независимы от исполнительной системы. Судьи должны быть независимы. Так работает западная судебная система. И когда мы это построим, у нас будет справедливая, независимая судебная система, которая будет разбирать те или иные случаи неправильного ведения деятельности тех или иных госчиновников, отменять несправедливые решения, и тогда общество будет развиваться правильно, зная, что любой понесет наказание, потому что судебная система независимая. Мы знаем, что нынешние правоохранительные органы и прокуратура все подчиняются Назарбаеву, и они действуют по команде. То есть искусственно формируют, рисуют уголовные дела, искусственно досажают людей в тюрьмы. Вы знаете, что в тюрьмах происходят пытки, и мы здесь говорим, нашей политической платформе, о реформе правоохранительных органов и прокуратуры, и по этому поводу тоже есть программа ДВК. Одним из важных, важных статей прав человека является именно, чтобы у человека была возможность участвовать в тех или иных политических объединениях, чтобы человек не преследовался за свои убеждения, участвовал в тех или иных профсоюзах, в партиях, мог создавать различные общественные объединения свободно, открыто, и органы юстиции не должны препятствовать регистрации таких общественных организаций. Вы знаете, что ДВК невозможно зарегистрировать в Казахстане. Ни одну партию, которую Назарбаев будет считать неподконтрольно ему, он не зарегистрирует. Этого не будет при правительстве демократического выбора Казахстана. Этого нет нигде в мире, в развитых странах мира, на которых мы ориентируемся, хотим у них учиться. Более того, мы хотим так же достойно жить, как в этих странах. Поэтому это еще один из важных пунктов – возможность свободы создания объединений профсоюзов и партий и участия в них, и чтобы власть не могла преследовать никого за другую политическую позицию, за другой политический взгляд, за инакомыслие, одним словом. Сейчас нашим гражданам не дают возможность провести свободно мирные собрания, демонстрации, митинги, забастовки – это безусловное право в демократических странах, организации, человек и так далее. И мы тоже это должны сделать, потому что именно на этих мирных митингах, собраниях, демонстрациях и так далее определяются позиции людей, выявляются ошибки правительства, и правительство может исправить свои ошибки. Только так – это как диагностика, это когда организм больной, какая-то часть начинает сильно зудеть и болеть, тогда человек начинает реагировать и идти к врачу, получать лечение именно этого места. Так вот, митинги – это как раз реакция организма. А нынешний режим не дает. Это приводит к тому, что если не будет возможности проводить мирные собрания и все прочее, то через какое-то время это приведет к катаклизму, к социальному взрыву и будет разрушенное государство, как происходило это в Сирии или в других странах. Потому что политическая верхушка, реакцию организма, а именно в частности народа, не давала проявляться, запрещала митинги, сажала людей в тюрьмы. Мы должны в новой политической системе сделать свободу слова, запретить цензуру. Средства массовой информации, они все должны быть частными, конкурировать между собой, конкурировать за читателя, конкурировать за тех, кто покупает их газеты, подписывается на их издания. Не должно быть никакого затыкания рта никому. Полная свобода, полная демонополизация средств массовой информации. Сейчас все средства массовой информации в руках Назарбаева. И вы включаете телевизор, разные каналы, вы видите одно и то же, одно мнение. Читаете газеты, там тоже одно и то же. И именно поэтому население страны очень активно участвует именно в знаниях через социальные сети. Фейсбук, Инстаграм, вот мы Телеграм. Потому что там ловить нечего. Там одна ложь. Государственных СМИ, так называемых. На самом деле это СМИ под контролем одному человеку. Мы должны провести реформу местного самоуправления. Мы, когда говорим местное самоуправление, мы говорим о том, что Акимы всех уровней, начиная от областей, городов и районов, все прочее, должны быть выборными. Народ должен избирать Акимов, и народ должен их контролировать. Поэтому независимая избирательная система, сама, собственно, сам Центральная избирательная комиссия, все должны находиться под контролем народа. Мы должны расширить работу местных парламентов, местных маслехатов. Они тоже должны быть свободными, и не должно быть так, чтобы кто-то навязывал им свою позицию. Это люди представляют народ, они должны быть независимыми. Я сейчас озвучил основные политические реформы, которые звучат уже давно. Еще в 2001 году, 18 ноября, мы, молодая группа бизнесменов, государственных чиновников, депутатов и всех прочих общественных деятелей, вышли на пресс-конференцию и объявили о создании общественного движения «Демократический выбор Казахстана». И все основные позиции, которые я сейчас озвучил, они в целом были тогда тоже озвучены. Единственная была принципиальная разница, мы были готовы, что в нашей стране будет президентская парламентская республика. Но по истечению времени, после того, как Назарбаев злоупотребил позиции президента, перетянул все полномочия на позицию президента, жизнь нам подсказала. Мы должны ликвидировать должность президента и построить парламентскую республику, чтобы никто никогда не мог злоупотребить этой властью, которой ему доверил народ. И если говорить, соответственно, о реформах в социально-экономической сфере, то вы можете почитать. Мы говорим о борьбе с коррупцией на всех уровнях власти. Мы говорим о усилении защиты трудовых прав и свобод, увеличении заработной платы. О том, что мы распределим земли как минимум по 10 соток на каждого человека. Мы организуем множество программ, которые будут направлены на улучшение жизни народа. Потому что именно таким образом структурируется власть. Потому что источником власти является сам народ. И представители во власть, они работают и должны работать народ. И это, в первую очередь, возможно только тогда, когда мы проведем политические реформы. Всю систему политической власти мы построим так, чтобы именно народ мог влиять на своих представителей во власти. А если они не удовлетворяют их требованиям, могли их отстранить от занимаемых должностей. Только тогда у нас будут реформы в социально-экономической сфере. Только после того, как мы проведем реформы в политической сфере, избавимся от должности президента. И мы всю власть сделаем под контролем народу. Теперь я хотел бы вернуться к планам, аферам Назарбаева. И что он намеревается сделать. И как мы, как демократический выбор Казахстана, и собственно даже граждане, не обязательно представители и сторонники ДВК, должны реагировать на действия Нурсултана Назарбаева. Вы знаете, что 27 февраля Назарбаев проводит очередной 18 съезд партии Нуратан. И при этом он отмечает так называемый юбилей, 20-летие партии Нуратан. Продолжение следует... Сейчас политическая жизнь в стране резко активизировалась. Вы, как видите, десятки, сотни людей выходят на протесты, открыто выражают свою позицию. Вы посмотрите, что изменило сознание людей. Сейчас у нашего народа ясное понимание, кто привел к краху нашу страну. Кто сделал нищими наших граждан? Ни у кого нет сомнения, что это нынешняя политическая власть во главе с Нурсултаном Назарбаев. Именно он разорил нашу страну. Именно он сказочно обогадился. Именно он продолжает давить нас. Именно он отнял наши гражданские права. Именно он душит всех. Именно он виновник того пожара, когда погибли пять сестер. Именно он виновник того, что каждый день кто-то погибает в нашей стране, не зная, как выжить. Сбрасывается с какого-то этажа, занимается самоподжогом, вешается. Потому что именно Нурсултан Назарбаев построил такую политическую систему, в которой есть жизнь его личная с его родственниками, его приближенными, и нет жизни у остальных. 90% населения. И эта политическая система привела к тому, что он вместе со своим приближенными является супербогатым, а 90% населения является просто бедными или нищими. Если где-то приблизительно год-два назад было множество людей, которые винили себя, то сейчас, я уверен, у многих открылись глаза. Открылись глаза благодаря созданию демократического движения «Выбор Казахстана». Открылись глаза, потому что наши движения политические поддержали десятки тысяч людей. Именно вы сейчас являетесь мотором нашей политической организации. Именно благодаря вам, я уверен, произойдет смена режима и пройдут те самые реформы, о которых мы говорим. Мы говорим о том, что мы в кратчайшие сроки сумеем вырвать страну из нищеты, и мы будем добиваться, чтобы наша страна вошла в число ведущих стран мира. И все условия для этого существуют. Назарбаев 27 февраля хочет провести съезд партии Нур-Атан. И он не просто хочет его провести, он хочет, чтобы его признали бронзовым, вечным и все прочее. И таким образом, пользуясь силой пропаганды, телевидением, газетам, он хочет сформировать такое мнение, чтобы безопасно провести дальнейшие действия по внедрению во власть своей дочери, дорогие Назарбаевой. Вы видите, он пытался сделать в прошлом году соответствующие изменения, не смог. Осенью он начал активно озвучить популистские всякие слова о том, что понизить тарифы на электроэнергию, на тепло, другие. Но вы сами видели, это все происходило несколько месяцев на ваших глазах. Он думал провести перед Новым годом операцию, но мы его разоблачили. Тогда он решил все эти обновления, улучшения якобы жизни сделать именно с 1 января, но не сделал. Где эти упавшие тарифы, где эти изменения? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наш народ уже не обманешь. Основная масса людей уже разобрались. И этими мелкими податчиками, как удешевление тарифов, уже народ было невозможно купить. Потому что весь прошлый год и 17-й год мы озвучили программы демократического выбора Казахстана о заработных платах учителей, врачей, военных, полицейских, увеличение пенсии. И на все это были найдены деньги. Были показаны аргументы, где взять деньги. То есть никто из властей не смог сказать, что демократический выбор Казахстана придумывает программы, что они якобы не обеспечены никакими деньгами. Мы все это доказали. Я многократно выступал и показывал, что страна наша действительно богатая. В нашей стране много денег. Сейчас практически все в Казахстане знают, что каждый год Насултан Назарбаев крадет десятки миллиардов долларов через свои банки. Два года назад мало кто это понимал. А теперь он каждый раз, когда заявляет, что вот мы помогаем банкам, вы все прекрасно знаете, что он помогает своим банкам, что Цеснобанк стал его банком 100%. И фонд Назарбаева стал владельцем предварительно в этот банк. 1,2 триллиона тенге государственных денег банк Назарбаев впихнул. Это порядка около 4 миллиардов долларов. И этот банк снова все переоформил, воспользовавшись государственными деньгами. В 2017 году такую операцию Аферу он проверл с Казкомом, когда ввел 8 миллиардов долларов. А затем этот банк, самый крупный в стране, продал за 2 тенге своему зятю Тимуру Кулебаеву. Вы все прекрасно знаете. Вот она где деньги. Вот куда они деваются. Только через банки минимум 10 миллиардов долларов разворовывается. И таких примеров можно показать множество. И мы их показывали. Мы показывали, как его вторая дочь Динара Кулебаева за один вечер на свой день рождения потратил 80 миллионов долларов. При этом министр социальной защиты выступает Мадин Абылкасым и говорит 16 тысяч тенге на одну семью многодетную. Это много. Они за один вечер 80 миллионов долларов потратили на день рождения. 80 миллионов долларов. И говорят, что 16 тысяч тенге на всю семью многодетную. Это много. Ни у кого из вас не возникает сомнений, что этот режим во главе с Султаном Назарбаев коррумпированный. Ни у кого нет сомнений, что денег в нашей стране много, и вы все понимаете, куда деваются эти деньги. Они распиливаются политической верхушкой. И поэтому вопрос, где взять деньги, чтобы реформировать нашу социальную сферу, чтобы поднять заработные платы, чтобы построить квартиры, построить дороги. Ответ простой. Ни у кого нет сомнений. Деньги есть в нашей стране, они в руках политической верхушки. Как бы они ни лгали и ни говорили, как бы они ни пытались откупиться мешком картошки, вы все должны знать, денег в стране много, миллиарды в их руках, и вы не должны продаваться за какой-то мешок картошки. Потому что она, эта картошка через месяц или через две недели уже закончится. Что потом вы будете делать дальше? Именно наша работа, именно ваша поддержка, именно распространение политических реформ, реформ в экономике, именно озвучивание наших возможностей, возможностей нашей страны сделать образование бесплатное, кормить детей в школах бесплатно, сделать государственную медицину бесплатно, платить нашим студентам стипендию, оплачивать их жилье. Когда мы все это озвучили, все предложения Назарбаева, популистские, якобы мы снизим немного тарифы, а потом бы он провел на позицию президента Дарьгу, все это кончилось пшиком. Народ не обрадовался, не кричал ему ура, не говорил славы Ельбасы. Наш народ сказал, и все? Это все, что ты нам можешь предложить? Ты нас хочешь снова обмануть? Именно поэтому сейчас Назарбаев находится в трудной ситуации. Для того, чтобы все прошло у него хорошо, у него сейчас нет вариантов, как опять пустить золотой дождь, так называемый. Но этот золотой дождь не попадет в их карманы. Они уже обнаглели за этот период, нагло воруя, что они не смогут финансировать социальные проекты, потому что если мы сейчас увидим, как они финансируют, то эти деньги нужно каждый год на этом уровне поддерживать. Невозможно ожидать социальную подачку на 2-3 месяца, пока пройдут выборы президента. Их нужно сделать долгосрочными, то есть фактически сразу поднять заработную плату, увеличить размер социальных выплат и так далее, но тогда они потеряют будущие деньги, которые они нагло воруют сейчас из бюджета страны. И сейчас Назарбаев находится в трудной ситуации, не хочет отдавать те деньги, которые он каждый год ворует. Еще раз я хочу сказать, это заслуга вас, вас, активистов демократического выбора Казахстана, всех тех, кто боролся и борется с этим режимом, кто пострадал, кто попал в тюрьму, как Асет Абишев, как муж Айгуля Акберды, как эта мужественная женщина борется против этого режима. И многие-многие из вас, которые распространяют листовки, которые набирают наших сторонников и формируют общественное мнение, объясняют, кто такой Назарбаев и вся его политическая клика, именно вы сейчас, по сути, изменили сознание людей. Именно поэтому произошел резкий разворот мнения о Назарбаеве. Именно сейчас, поэтому вы можете почитать комментарии в Ютюбе, в социальных сетях, идут только негативные отзывы о Назарбаеве. Только негативные. Это заслуга, в первую очередь, политического движения, демократический выбор Казахстана и его сторонников. Это мы все должны четко осознавать. Теперь я хотел бы несколько слов сказать о политическом знании, чтобы вас этот режим не вел в заблуждение. Мы все поняли, что 30 лет у власти Назарбаева показали. Изменений никаких при этой власти не будет. Мы не должны апеллировать к Назарбаеву, мы не должны его просить. Именно поэтому в нашем чате нет и не может быть никаких обращений в адрес Назарбаева с просьбами, жалобами, просьбами решить вопрос. Наш чат не может распространять обращения в адрес президента. Мы, политические организации, которые ясно и четко понимаем, этот режим должен уйти. Должна произойти политическая смена власти мирным путем. Мы должны добиться политических реформ и построить парламентскую республику. И мы не должны обращаться с просьбами к Назарбаеву, архитектору этой лживой политической системы, мафиозной и коррумпированной. Мы не можем в нашем чате делать обращение в его адрес. Сегодня я откомментировал пост Сергея Дуванова. Я сразу скажу, это человек, который является противником действующего режима. Он является нашим союзником. Но это тот человек, который в некоторых позициях просто заблуждается. При этом я хочу тем, кто не знает, сказать, что Сергей Дуванов – это героический человек. Тогда, когда наша страна спала, когда все молчали, именно Сергей Дуванов в начале 2000-х писал статьи о коррупции, коррупции Нусултана Назарбаева, и за это пострадал, попал в тюрьму. Он писал о швейцарских щитахну Султана Назарбаева. Позже он приковывал себя вместе с правозащитником Сверидовым около стелы независимости, чтобы показать, что в нашей стране нет свободы, что наша страна – тюрьма. Поэтому я могу сказать, что это наш политический сторонник, но и наши политические сторонники тоже ошибаются. В частности, он сегодня в посте заявлял, что представители власти имитируют, создают некую партию, и что было бы здорово, если бы туда резко зайти, увеличить численность, зайти в органы управления и таким образом фактически захватить в этой партии власть. Я тогда откомментировал, сказал, что это борьба с ветряными мельницами. Ну, во-первых, чтобы вы понимали, как только Назарбаев поймет, что эта партия, которая прошла регистрацию, не лояльна к нему, такая партия немедленно будет ликвидирована, закрыта с обвинением в экстремизме. Так было с партией ДВК. В мае 2004 года мне удалось вместе со своими соратниками зарегистрируют партию. Я тогда жил в Москве и тайно управлял оппозиционными силами. И через полгода ДВК объявили экстремистское и ликвидировали. Поэтому это уже пройденный урок, и его надо уже извлекать, не забывать. Любую партию, в которую мы войдем, получим преимущества, как бы теоретически, сразу будет закрыта решением прокуратуры и суда. И поэтому никто не должен заблуждаться и обманываться. Эта власть никому не даст создать партию, которая будет противником этого режима. Никогда не даст возможность создать общественное обеднение, которое будет противником этого режима. Ни у кого не должно быть иллюзии. И вот в частности Сергей Дуванов, он просто заблуждается, обманывается, к сожалению. При том, что я к нему, вы сразу скажу, отношусь к нему очень большим уважением. И второе заблуждение Сергей Дуванов считает, что мы должны работать только в социальных сетях, накапливать силы. Но опять же наша практика показывает, что так это не работает ни в одной стране мира. Мы должны, безусловно, различными акциями, выходами на митингы, тренироваться, обедняться. Потому что только в таких боях, в такой борьбе формируется сила организации. Только в таких действиях мы учимся. Учимся действовать, объединяться, координироваться. Именно при таких ситуациях обнажается сущность власти, его преступный характер. Именно тогда тысячи людей, морально нас поддерживая, становятся нашими сторонниками. Сегодня начинают страдать буквально 5-6 человек, но они взамен приводят сотни тысяч. Те жертвы, которые приносят в этой борьбе каждый из нас, в частности, Осет Абишев сейчас сидит в тюрьме, Аблават Жумаев сейчас сидит в тюрьме. Да, я знаю, многие пострадали. Я сам из пострадавших около пяти лет просидел в тюрьмах, у меня отобрали бизнес, крали семью, я потерял все, но я продолжаю идти, потому что, я уверен, эти жертвы не напрасны. Только такой борьбой, твердой, только личным примером, только объединяя, только активно действия, мы можем сломить этот режим. В социальных сетях мы можем только агитировать, убеждать, но без действий, без каких-то жертв мы не добьемся, никакого успеха так не бывает. Именно поэтому мы становимся все сильнее и сильнее. Мы становимся сильнее именно качеством. Здесь собираются все те, кто готов активно действовать. Нерыхлая масса, которые при первом толчке убегают, внося панику в наши ряды, или просто становятся предателями. Здесь собираются именно сторонники, которые готовы бороться против этого режима. Как говорится, именно с этими людьми можно идти в разведку, а не с теми, кто вроде с тобой, а завтра начинает убегать или бить тебе в спину. И я хотел бы в качестве примера привести еще один пример, где человек тоже заблуждается. Мне очень много вопросов пришло по поводу Аймана Турсункан и тех заявлений, которые сделала она вместе, как она сказала, со своими сторонниками. У меня здесь в комментариях спрашивают мое отношение к манифесту, который они озвучили. Я хочу на примере этого манифеста показать, как вас вводят в заблуждение, как некоторые люди, которые, в принципе, наверное, умные и образованные, тоже являются жертвами иллюзии, так же, как Сергей Дуванов обманывает сам себя и такого рода действия не приведут к результату. Более того, власть такого рода действия может воспользоваться и увести сопротивление народа в другую сторону, как было много раз. Во-первых, этот манифест ничего нового из себя не представляет. Все фразы, которые там присутствуют, они есть в программах демократического выбора Казахстана, о бесплатном образовании, здравоохранении, о правах человека и все прочее. Это не является чем-то новым и не может быть. В чем отличие этих манифестов от наших программ? В чем отличие от тех людей, которые входят в эту инициативную группу, разрабатывали так называемый манифест, который не представляет собой никакого серьезного документа, никакой новизны на самом деле? Достаточно прочитать все наши программы, чтобы убедиться в этом. Я хочу на примере этого документа показать, что этот документ, он, по сути дела, заводит наших граждан в совершенно другую сторону, отводит акцент и внимание народа от того человека, который является виновником тех процессов и того, что происходит в Казахстане, в Казахстане, а именно Нурсултана Назарбаева. А если это происходит, значит, это выгодно власти. Значит, этот документ не представляет никакой ценности для нашей страны, более того, он является вредным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Почему он является вредным? Давайте мы просто будем внимательно прочитаем этот документ, и вы тогда поймёте, что это фактически документ сразу свою ценность теряет, потому что там не сказано главного. Если не сказано главного, это вот, например, вы ходите к врачу, и у вас какая-то болезнь, например, у вас болит сердце. Ваш врач начинает вам рассказывать о вашей ноге, о каких-то капиллярах и всё прочее, и ваша болезнь никогда не излечится. У вас болит сердце. И если врач вам не скажет, что у вас болит сердце, значит лечение будет неправным, и вы умрёте или пострадаете. Так вот, когда кто-то пишет политическую платформу или манифест, но при этом также не показывает главную причину, как добиться той или иной цели, кто мешает, то это как тот самый врач неправильно вас ведёт не в ту сторону, скажем так. А почему это делает? Это возможно, когда человек не в полной мере политически подготовлен, и второе, возможно, это делается сознательно. Или этот человек просто слаб сам по себе, подвержен давлению, он думает так, давайте сделаем компромисс, я какие-то основные вещи главные озвучу, остальное уже не имеет значения. Так называемый компромисс с дьяволом. Мы с вами знаем, что именно Назарбаев, именно эта политическая система разрушает нашу страну. Давайте почитаем, что написано у Аймана Турсенкан. Первое. Ликвидация системной коррупции через полную трансформацию в систему госуправления. Вы что, не поняли? Ликвидация системной коррупции через полную трансформацию в систему госуправления. Что это такое? Никто не понимает. На самом деле все очень просто. Это демагогия. Трансформация системы госуправления, она предполагает очень простую вещь. Децентрализация управления, ликвидация должности президента, другой реформы не может быть. Потому что сам архитектор этой системы, ну, султан Назарбаев. А здесь какая-то муть написана, общие слова. О трансформации какой-то системы госуправления. Почему врач, политический врач, политолог, те люди, которые пишут манифест политический, они должны четко сказать, что мы хотим и как мы этого достигнем. И когда они жуют, ходят круги, пишут о какой-то трансформации системы государственного управления, не озвучивают четко, что нужно ликвидировать должность президента. Что именно Назарбаев является ответственным за тот бардак и беспредел, который в нашей системе происходит. Они заводят, что называется, рака за камень. Они не говорят правду. Они всякие программные требования озвучат, справедливые, которые есть в наших программах, но они не говорят, не главное не говорят. Не говорят, что надо менять политическую систему. И тогда будет все. Они пишут, что прекратить нужно преследование граждан политическим мотивом, освободить там всех политзаключенных и все прочее, все прочее. Все правильно пишут. У кого они требуют? Давайте мы посмотрим теперь, кому они пишут. Сразу поверх документа можно прочитать. Этот документ адресуют они Нусултану Назарбаеву, а всем остальным, парламенту и так далее, как бы для чтения фактически. То есть я не случайно сказал в самом начале своего выступления, что мы в чат ДВК не ставим никакие документы, которые бы обращались именно в сторону Нусултана Назарбаева. Потому что именно он, архитектор этой коррумпированной мафиозной системы, именно он преследует людей как по политическим мотивам, так и по другим. Именно он разрушает нашу страну. И это происходит 30 лет. И не нужно быть дураками. 30 лет говорить одно и то же, ходить и ползать, умолять о Ельбасе, который все это делает 30 лет. Какими идиотами нас хотят представить, чтобы мы снова и снова к нему обращались. Мы поэтому сразу озвучиваем. Ни одного обращения, ни одного документа через чат ДВК не может и не будет в сторону Нусултана Назарбаева. И обратите внимание, это письмо прямо, или манифест обращен именно Назарбаеву. А копию куда? Копия Можили, Сенат, в парламент, Конституционный совет, все прочее. Им копия. То есть Назарбаеву это основной документ предназначается. То есть, как бы говорится, что вот это все надо сделать кому? Нусултану Назарбаеву. Люди, которые разрабатывали этот манифест, они прекрасно знают, что в нашей стране все решает Назарбаев. Что в нашей стране парламент это куклы Назарбаева. Что в нашей стране премьер-министр правительства назначается Нусултаном Назарбаевым. И только он владеет всеми рычагами политическими, чтобы решить эти вопросы. Если он 30 лет это не решал, то зачем к нему обращаться и писать список каких-то требований? И обратите внимание, в своем документе они пишут, а пишут президенту. В копию ставит правительство, парламент, Акимов, всех по сути в копию. И что они пишут? Обращаясь к Назарбаеву, они пишут в этом документе. Мы выражаем недоверие правительству, парламенту страны, Акимов регионов, которые отказываются идти на диалог с народом. И эта группа во главе с Айман Турсулхан нас хотят обмануть. Они хотят сказать, что диалог с народом не идет в правительство, парламент Акимов регионов. Зная, что их назначает Нусултан Назарбаев, что это кукла Нусултана Назарбаева, они адресуют это обращение к Нусултану Назарбаеву и при этом выражают недоверие не Нусултану Назарбаеву, а правительству, парламенту, которые являются куклами Назарбаева. То есть вы понимаете, разработчики документа, они обманывают нас, они выражают недоверие правительству и всем прочим, при этом обращаются к Назарбаеву, они его вводят из-под удара. Получается, Назарбаев хороший, это не он назначает правительство, не он назначает депутатов, не он назначает Акимов, именно он не идет на диалог с народом, именно он стоит над народом, именно он по конституции прописан, что его невозможно привлечь к судебной ответственности, к уголовной ответственности, он стоит над всем, и все богатства народа у него. И они выражают недоверие правительству, парламенту и обращаются к Назарбаеву уже этим документом в самом начале. Они дискредитируют свой манифест. То есть это лживый документ. Все требования о проблемах написаны правильные. Написано все, это компиляция из разных программ, которые есть практически у всех партий. И они есть у ДВК, и этот лживый документ почему? Потому что они адресуют это требование вроде как бы Назарбаеву, но при этом недоверие выражает всем тем, кого назначает Назарбаев. Это что за цирк такой? Я вижу, что Айман Трусукан лично переживает за людей, она пишет грамотные статьи и так далее. Это все хорошо, но надо быть политически разборчивым. Надо быть политически разборчивым, потому что если ты начинаешь с разными людьми, у которых разные реальные политические взгляды, общаться и поддерживать отношения, которые являются подонками и предателями нашей страны, то не удивляйся, что завтра ты будешь в их рядах, не удивляйся, что эта система замажет тебя грязью, и не удивляйся, что ты такой же станешь скоро, как они, потому что нужно четко иметь позицию. Ты с ними или с народом? Ты за справедливость или за ложь? В этот документ, конечно, многие не могут сразу разобрать, но то, что он адресован Назарбаеву, и то, что в нем выражается недоверие его куклам, при этом Назарбаев хороший, уже это его квалифицирует как лживый манифест. Поэтому я на этом примере показываю, что да, наверное, Айман Туцехан приличная женщина сама по себе, но политическая разборчивость, она чрезвычайно важна, потому что если не будет политической разборчивой, ты как та самая проститутка пойдешь по рукам, точнее говоря, превратишься в проститутку, когда будешь общаться, поддерживать контакт с этими людьми, иметь неразборчивые связи, ты превращаешься в политическую проститутку. И поэтому я хотел бы предостеречь Айман Туцехан. Я вижу, что она в целом грамотная женщина, но отсутствие именно политической разборчивости, якобы нахождение вне политики, она ведет совсем плохую ситуацию. У нас так было с демократическим выбором Казахстана в 2001 году, когда мы с Галамжаном Жекьяном четко стояли на позиции, отстаивали, мы все вместе договорились с большой группой учредителей, Абилов, Джандосов, там и другие были, что мы будем стоять вместе, никто не будет сдавать друг друга. Когда они нарушили эти обещания, начали маневрировать, начали уходить в конструктивную оппозицию, договариваться с властью, нас, демократический выбор Казахстана, раздробили, ослабили, и они тогда создали партию Акжол, нас с Галамжаном посадили в тюрьму, и фактически это чуть не привело к полной ликвидации общественно-политического движения, демократический выбор Казахстан, именно вследствие предательства тех наших, так называемых, партнеров, которые создали партию Акжол. Впоследствии партия Акжол начала действовать как конструктивная оппозиция, и чем это закончилось в итоге, она погибла быстрее, чем демократический выбор Казахстана. Демократический выбор Казахстана существовал в виде партии 2004-2002, 2005 года. Затем мы создали партию Алга-ДВК, которой 7 лет власть не регистрировали, мы сейчас снова создали, а партия Акжол разделилась на Нагаза-Акжол, на Акжол, потом Нагаза-Акжол фактически в Азат, и каждый раз она менялась, ликвидировалась, а ее лидеры были выдавлены из политики, а в частности Алтенбек Сарсенбаев был убит этой властью. При этом эти люди были компромиссные, они договаривались, снова входили в правительство, выходили, имели какие-то контакты, возглавляли их штабы, все время маневрировали, этот маневр закончился тем, что в итоге их использовали, их имена растоптали, а Алтенбек Сарсенбаев вообще убили. Поэтому вы знаете дальше, чем все закончилось. Это партия Акжол, предатель Назарбаева, Алихан Байменов возглавил, потом эту партию вошел Азат Перевашев, эту партию затащили в парламент, и она сейчас изображает, что это партия предпринимателей, якобы оппозиция действующей режиму, это кукла Назарбаева, вот что бывает с теми, кто думает, что сможет конструктивно сотрудничать с режимом Назарбаева. Они становятся или предателями, или их в числе первых начинают уничтожать, потому что они пытаются быть хорошими и слева, и справа, маневрировать и получают удары с разных сторон, а режим затем, когда эта структура начинает ослабевать, когда она прекращает получать поддержку народа, потому что народ очень быстро разбирается, что это партия предателей, те, кто пытается и вашим, и нашим, усидеть на трех-четырех стульях, прекращает поддерживать, в это время, но сутан Назарбаев расправляется с его лидерами и с теми, кто присутствовал, и фактически принуждает эту партию стать провластной, как, собственно, случилось с партией Акжол. Если вы посмотрите так называемый список, который озвучил Айман Турсункан, вы там найдете разных людей, найдете и приличных, и так себе людей. Среди них вы найдете представителей так называемой Жанга Казахстан, это фейк, фейк, но султан Назарбаева, эти люди, которые изображают, что они оппозиция, есть среди них и подонки, есть у них среди предателей нашего народа, есть предатели и ДВК, разные люди. И вот, когда Айман Турсункан этот состав озвучила, разных людей, я еще раз хочу сказать, есть вполне приличные люди, но это говорит о ее полной неразборчивости. Поэтому я вас всех предостерегаю, предостерегаю от того, чтобы объединяться с теми, с которыми нельзя объединяться. Сейчас идет политическая борьба. Считайте, что это война не на жизнь, а на смерть. Наших активистов сажают, тюрьмы их избивают, преследуют, убивают. Вы это прекрасно знаете. Это фактически самое настоящее. Война идет. Война против собственного народа. И в этих условиях мы разработали систему, которая предполагает возможность существования в подпольном режиме. Когда мы, участники, работаем под разными никами, только штаб открыто действует, я открыто действую. Потому что я живу за рубежом, хотя меня за мной охотятся, но я научился защищаться, бороться, сопротивляться. И какая бы опасность мне ни грозила, я все равно буду бороться открыто. Но основная часть наших сторонников сидит под никами. И вот звучат призывы обедниться. С кем обедниться? Скажите мне. Обедниться с предателями? Обедниться с теми, кто заигрывает с властью? Обедниться с теми, которые пытаются столкнуть разные национальности, живущих в нашей стране? Нет, мы должны объединяться только с теми людьми, которые разделяют наши ценности, разделяют нашу политическую платформу демократического выбора Казахстана, разделяют наши программы и видят одинаково будущее нашей страны. Именно демократической страны, никакой либо другой. Демократической страны. Именно с такими людьми мы можем и должны объединяться. А с теми, которые просто декларируют, лишь бы с кем-то объединиться, мы не можем этого делать. Мы не можем объединяться с теми, которые могут нас предать или уже предали, которые себя дискретировали. Мы должны объединяться только с теми, кто разделяет наши ценности. Для этого существует механизм объединения. Есть штаб ДВК, есть оргкомитет, есть чат ДВК, есть в конце концов канал КАЗ ДВК, когда можно вступить в ДВК. И здесь активно участвуя, поддерживать наше развитие, развитие демократического выбора Казахстана и объединяться таким путем. Никаких проблем нет. Затем, когда нам говорят объединяться, мы должны очень просто оценивать наших партнеров. Есть простая вещь. Сейчас многое строится по принципу белое-черное. Почему? Потому что все те, кто поддерживает Назарбаева, это его слуги и куклы. Это люди, которые обслуживают режим. Если они даже говорят, что мы якобы конструктивной оппозиции, не верьте им. Потому что это так называемая конструктивная оппозиция, мочит нас ДВК, они не мочат Назарбаева. Это уже неконструктивная оппозиция. Они на нас нападают за что? За то, что наши программы, ориентирован на народ, за то, что мы хотим политических реформ, изменений. Они просто нас поливают и нас мочат. Мы не можем с этими людьми объединяться. Мы все прекрасно знаем, что все те, кто активно и открыто в нашей стране, если проявляются, то власть сажают в тюрьмы. А Сета Абишева посадили за что? За то, что он делал репосты, репосты ДВК, за то, что он открыто заявил, что он член ДВК, он еще ничего такого не успел сделать, чтобы власть его могла преследовать. То есть за только репосты и свои озвучивания, свои позиции его посадили. А существует масса людей, которые ходят, что-то говорят, их власть не трогает. Почему? Потому что они делают выгодные действия для власти. Мы сейчас набираем массу. Мы работаем под никами, потому что мы знаем, что нас еще не так много. И когда нас будет много, мы выйдем открыто. Открыто выйдем. Многие из вас уже участвуют в челлендже, говорят, я не голосовал за Назарбаева. Я не буду голосовать за Назарбаева. И когда таких будет десятки тысяч, режим не сможет с нами расправиться. Мы готовимся, мы собираем силы. И мы 27 февраля планируем выйти на митинг фактически у офисов партии Нур-Атан. Открыто. И призываем всех наших сторонников поддержать нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова